И снова всех приветствую на своем канале. Да, я тут слегка занюсла. Этот обзор будет посвящен моему небольшому заказу, точнее моей небольшой покупке в официальном магазине и фраше в оффлайновском, так сказать. У меня было такое предложение, вообще у меня было три предложения. По одному за 490, если чего-нибудь купишь, получишь чашки в подарок, но мне чашек нафига. По-другому, если на 200 рублей что-то купишь, за варочник получишь такую ложечку, но у меня их тоже, в принципе, немало, не считая, даже можно сказать, человечек от заремки, обезьянка, ну и купленная, еще там что-то, еще, 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 в общем, дофига. И третье предложение, которое я запользовала, там было скидки 25, 35 и 45 процентов, плюс, если на 200 рублей что-то покупаешь, то 3 балла в довеске. Короче говоря, скидки на то, что я купила не распространялись, но самая суть, что мне добавилось еще 3 балла, то бишь у меня должно быть где-то 19 баллов на карте, где-то там, по-моему, до начала марта. Если повезет, то я добью этот уровень до 25 баллов и будет несчастье в виде какого-нибудь подарка. В общем, короче говоря, я выбрала это предложение. То, что я купила, на них все-таки не распространялись. Я купила себе новинку. Это, вообще, на самом деле, я вот видела несколько отзывов, обзоров и отзывов на это смотрела, в общем, у девчонок с ютуб, что все думали, что клюква как-то не особо. На самом деле, она практически всем нравится. Я точно так же считала, что, скорее всего, клюква мне не понравится, клюква, миндаль, ну, что там такое, да-да-да. И, в общем, ну, как-то не хотела. Уже в Эфраше зашла просто потому, что, ну, приехала в Ярик, чтобы не зайти в Эфраше, да. Хотела купить что-нибудь другое, но в результате купила вот этот вот герик, значит, это у нас лимитка этого года, новогодняя коллекция, гель для душа и ванны, клюква и миндаль. 200 миллилитров, сделанная во Франции. В общем, там еще был этот, то, что у меня в обзоре подарков от Насти Лукьяновой. Этот миндалик, кто-то там, груша и шоколад, да. И еще вот третий, который был мандарин и шоколад, он для меня пахт чисто апельсин и шоколад, как вот прошлогодняя у них новогодняя лимитка. И я подумала, что если у меня уже такое было, или что мандарин и корица. Ну, в общем, то, что вот этот мандарин для меня, он пахт тем же самым апельсином годичной давности. И поэтому я решила, что нафиг мне этот повтор как-то, ну, не надо мне. А вот это мне очень понравилось, хотя как гель я его еще не пробовала. Ну, в смысле, гель для душа ванны именно, что как он там на коже раскрывается под водой и там подобное. Я не знаю, клюквой ли он пахнет, но для меня это не клюква, это что-то такое, но что-то сладкое и вкусное. Сидит тут такой токсикоман, не знаю, кот в кадр попал или нет. Возможно, ну, вот какая-то очень тоненькая нотка клюквы и такой сахар конкретный. В общем, что-то сладкое, миндаль не миндаль, но что-то вкусное. И я решила, что вот это что-то вкусное должно быть у меня в ванной. А еще я взяла себе... Чисто я вообще хотела получить эти три балла, так как у меня на 200 рублей еще не выходило, а все, что там было, оно мне либо не нравилось, либо у меня... В общем, как-то душа к нему не лежала. И была одна вещь, которую я вроде как хотела, но с другой стороны, так как она сделана в Рашке, сейчас будут диванные воины писать каменты, которые я буду стабильно удалять. Люди, если вы там будете писать, что нельзя говорить, Рашка, ты же молодая девушка, ты же какая-то там женщина, то идите нафиг. Короче, сделано оно в Рашке, но у меня есть кремик. Не знаю, в общем, может, я сама, конечно, заюзаю, может, кому-нибудь подарю. Еще не решила. В общем, этой вот лимитированной коллекции, или она не лимитированная, нет, она не лимитированная, это ген для душа и ванны, манго и кориандр. В общем, короче говоря, у меня есть крем для рук манго и кориандр, он шикарно пахнет для меня. Хотя манго, сам по себе, вот как съесть его, я не люблю. Вот манго с чем-то, вот эти моти, которые были с манго, мне они не очень понравились, мне больше понравились с мотей и просто чисто моти эти с рисовой, да. А моей тетушке очень понравились с манго, и, соответственно, у нас было один маня, двоей. И, в общем, у меня есть скраб, еще не доделанный, даже не скраб, а гергамаш, вот этот манго и кориандр, и он мне очень нравится по запаху, и я решила, что почему бы и нет 200 миллилитров, сделанных в Рашкен. И купила его тоже. В общем, он реально так очень вкусно пахнет этим манго. Манго пахнет вкуснее, чем сам по себе, лично для меня. В общем, я такой купила. Ну, потом скажу, в пустых баночках, вроде он такой густенький, потому что мне, мне кажется, малину с мятой покупала, у меня был вот такого формата 200 миллилитров от Ифраше, этот, сделанных в Рашке, и он был для меня жидкий, ну, чисто такой вот, ну, разбавленный гель какой-то, это вроде как больше похож на гель. В общем, вот такая у меня покупка вышла на 308 рублей. Это 149, а 159. Причем мне что-то казалось, что они одинаковые раньше были по 149. Может, я что-то путаю. И в довесах мне дали вот такую вот книжечку. Тут такой этот каталог, который действует, как кажется мне, кажется, он до 5 января действует, нет, до 4 января действует следующего года. И если, типа, хотите, как мне сказали, если вас что-то заинтересует, приходите и покупайте. Но меня особо тут ничего не заинтересовало. Максимум это вот, если вдруг мне приспичит на полторы тысячи что-то купить, то эти баллы вдвоеваются вдвое. В общем, получается, вы там не, если 150 рублей, это 1 балл, да, это, в общем, не 10 баллов, а 20 баллов. И еще действует скидка 25% на один продукт по выбору. Но стабильно приходит карточка, и на ней один продукт по выбору идет за 30% скидка. Поэтому это может так кому что приглянется. Мне, откровенно говоря, ничего тут не приглянулось. Да и вряд ли я еще поеду в Ярик, в смысле, в этом году, или там, если поеду, то точно после 5 января, после 4. То бишь не попадаю. Думаю, не знаю, стоит ли это вот тут показывать. Думаю, что это вот все, кто покупал, учитывая, что книжечка действует, судя по надписи, с 14 ноября, по 4 января. Думаю, все, кто покупал уже после 14 ноября, то, скорее всего, им выдавалась эта книжечка, и, естественно, вы видели там. Ну, обычное предложение. Тут вот только что, в самом начале, что подарки за подарки, это если вы на 200 что-то покупаете рублей, то магнитный календарь на следующий год вам в подарок. Или на 990 покупаете, и вам миньки дается растительный гамар для тела, 75 мл, 2 геля для душа и ванны, по 50 мл на выбор призернатюр. Причем, призернатюр, все-таки это вот это призернатюр, да? Хотя тут уже не написано, что это призернатюр. В общем, что-то вот такое. Ну, маленький такой заказик. В общем, вот такой у меня обзор. Да, кстати, вот этот лак икрашевский, оранжевый он у меня застыл, я его сейчас попыталась разбавить жидкостью для снятия лака, не знаю, как получилось. Ну, что там у меня где-то 1 треть уделано, он сроком до ноября следующего года, и мне его вроде как жалко в пустые банки выкидывать. И очень нравится по цвету, внезапно я что-то на него так это влюбилась. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Я постараюсь на днях записать этот свой зефир, что у меня что-то тут дело накопилось, и совершенно я ничего не успеваю. Я вообще сегодня редачила Мадоку более 4 часов в последнюю главу этой призрачной арки адовая. скриптом, в общем, текстом, чисто вот с этими пробелами строчек, с 1 страничка мелкого шрифта. В общем, если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Всем спасибо, всем пока! Пока!